Чем дальше в зиму, тем меньше хочется просыпаться и что-либо делать. И так у большинства? Можно всегда забрать трудовую, Таня, и твои желания, они, конечно, они осуществятся. А ведь это, ну, с другой стороны, это ведь нехорошо, понимаете? Нам же всем знакома фраза, как встретишь день, так его и проведешь. Поэтому настраиваться на позитив нужно с самого утра и при этом бодрить друг друга. А за примером загляните в соседнюю школу или детский сад. Если взбодриться с утра не получается, надо отправляться, знаете куда? В школу. Говорят, что в этой школе сонных учеников не бывает, потому что встречают их необычно. Давайте посмотрим. Приветствия строго тематические. На этот раз в школе идет неделя информатики. Я компьютер, в этой роли у меня как-то немного даже квадратно. Необычно чувствую себя. Мы сегодня вирусы. Вирусы. Компьютерные. Компьютерные. Бодрое утро. В 70-й школе уже традиция. На пороге школы то яблоки с морковкой раздают, то африканцы пляшут. От таких необычных приветствий просыпаются все. Приходишь сонным, лень там вставать там. А потом, когда заходишь в школу, уже музыка, все танцуют. Конечно, заряжают. Заряжают, но еще самое главное, что дети-то сами выбирают эту тему и творчески подходят. Вот то, что мы приготовили, это все сделано руками детей. А в детском садике на Ватутино малышей встречают не воспитатели, а зайцы и медведи. Роль длинноухого Ольгу Казанцеву совсем не смущает. Ради детских улыбок готова перевоплотиться в любого сказочного персонажа. Во-первых, мы идем о детей. То, что детям интересно. Если ребенок захочет увидеть медвежонка, будем медвежонком. Захочет котенка, будем котенком. То есть это как дети. И так каждое утро в восторге не только дети, но и родители. Бывает не просто в костюмах, а просто лица у них разрисованы. С утра очень настроение поднимает и нам, и детям. Садики уже подметили. Посещаемость групп творческих воспитателей всегда высокая. То, что отличное настроение – это тоже здоровье, знают и малыши. Чтобы было все хорошо. Чтобы было весело. Чтобы радоваться. Чтобы быть счастливым, любить друг друга. Чтобы все выходило, получалось. И еще, как получается, даже обычная зарядка – здесь костюмированный праздник. Прогульщиков не бывает. К сожалению, пока подобный опыт в образовательных учреждениях единичный. Но, как оказалось, особых усилий для этого не нужно. Важно только, чтобы было желание сделать утро свое и тех, кто рядом с тобой, ярким и радостным. Юлия Сауляк, Алексей Красных. Тюменское время.